Здравствуйте, дорогие! В основном это были детские, но там еще много взрослых. Она написала очень много песен в стране СССР. Эта страна еще была до нашего рождения. Светит незнакомая звезда, Снова мы оторваны от дома, Снова между нами города, Взлетные огни аэродрома. Мы, когда собираемся где-то с друзьями, люди сначала поют модные песни, стильные, все веселятся, а потом вдруг начинают. Светит незнакомая звезда. И забыть по-прежнему нельзя, Все, что мы когда-то не допели. Пахматова своей музыкой все время пела гимн любви. Птица счастья завтрашнего дня, Прилетела крыльями звеням, В эфире меня, в эфире меня, Птица счастья завтрашнего дня. Она наша любит Пахматова, потому что вся ее жизнь – это открытое сердце. Главное, ребята, сердцем не стареть, Песню, что придумали до конца допеть. Никогда не забуду, как она садилась за рояль, как мужчина, как играла с такой силой эмоций. Это соло-барабан в оркестре. И Аля, и Коля, они чистые люди, влюбленные в жизнь, влюбленные в друзей. Вот они как были, такая молодая, талантливая пара, так они и остались. Причем они удивительно, удивительно дополняют друг друга, и их надо слушать вдвоем и по очереди. Начало вашей истории – это любовь с третьего, со второго, с первого взгляда. А зачем вам это надо? Ты скажешь, когда выключат каверу. Нет, нет, могу сказать. Светит незнакомая звезда, Снова мы оторваны от дома. Мы знаем, что вот поют твои песни, вот где-то собираются люди, где-то компания, идут по улице. Вот это, вот это высшая награда. И нам некоторые артисты очень известны, говорили, как? Это ваша песня? А я думал, что это народная. Пахмутова и Добронравов. Они всегда писали свои песни о простых чувствах простых людей, о таких же, как они сами. Простые, открытые, с чувством юмора. А для страны, хотят они того или нет, были и остаются символами эпохи. Мы всегда писали о людях. Так можно сказать, тоже космонавты, символы эпохи. Но они работали не из-за символов. Это какое-то холодное, что-то плакатное в этом есть. Нет, могу. Представьте себе, вы едете в поезде, поезд ненадолго останавливается на промежуточной станции, вы выглядываете в окно, а на перроне стоят Пахмутова и Добронравов. Вот так вот запросто. Вдруг. И вам так хочется взять автограф, сфотографироваться, обнять. Но ваш поезд отправляется через минуту. Обидно, жутко. Нас не пускают в вас. Я не знаю, как вас обнять. Не пускают. Не пускают. Вот такая любовь. В какую бы точку страны они не приехали. А за всю свою жизнь, сочиняя песни, они объехали, облетели и проплыли всю страну вдоль и поперек. И вот сейчас собрались в Тамбов для выступления на музыкальном фестивале. Полдня пути от Москвы. И едут с большим удовольствием. Потому что их ждут. Сколько километров вы проехали уже со своей жизни вдвоем? Очень много. Хороший вопрос. Вообще, мы много очень летали. Очень много. Но не меньше, наверное, мы все-таки отъездили на поезде. Мы проехали всю страну. Вот это было страшно интересно. Они вместе уже более полувека. Всегда вместе. Сделать фильм только про Пахмутова невозможно. А возможно, про Пахмутову и Добронравова. Два неразлучных сердца. Аля и Коля. Я растоплю кусочки льда Сердцем своим горячим Буду любить тебя всегда Я не могу иначе Нас познакомили в детской редакции, в музыкальной редакции детской радио. Тогда же нам сказали, Летние каникулы начинают. Ну, что нам, чтобы, возьмите, напишите песенку о детском отдыхе. То есть даже у нас, даже с работы даже это началось вообще. Вот я написал, прочитал ей. Лодочка моторная. Это называлось Лодочка моторная. И лодочка поплыла. Николаю 28 лет, Аля 27. Она молодой композитор, а он Арамис. Красивый мушкетер с усами. Вот когда у нас начался этот роман, она ходила на моей спектакле в Театре юного зрителя, где я там много играл. Выпускник школы-студии МХАТ Коля Добронравов в одном из спектаклей Театра юного зрителя долгое время выходил на сцену в роли Арамиса из «Трех мушкетеров». И когда на спектакль в зрительный зал приходила Аля, он просил своих друзей играть чуть быстрее обычного. быстрее, потому что его ждала Аля. Да, ну, если играли, так сказать, побыстрее, что было, то было, да. А в зале бедные дети. Нет, Аля, все равно мы играли честно. Понимаешь, что в деле. Но спешили. Это просто, просто, просто спешили, вообще ничего, ничего смысла мы не пропускали. Александра Николаевна, на какие поступки ради вас способен Арамис? Включить телефон и отвечать на все звонки. Выключи мобиль. Да, у нас это, он постоянно звонит, я сейчас... Вот. И я сказал, дожди, Татьяна Михайловна... Добрый. Да-да. До того попали, Игоря? Да. Ну, что это такое? Ну, скажи, что ты химчистка. Скорее всего, это провидение. Провидение Господа Бога, что они нашли друг друга. Вы знаете, я до сих пор пою вот уже 40 лет песню, которая называется «Нам не жить друг без друга». Вот. Это, наверное, вот эта квинтэссенция их отношения, их отношения друг к другу и к творчеству. Скорости вокруг бешеные, Мы себя едва сдерживая. Значит, надо быть бережнее. Нам не жить друг без друга. Ей нужен был человек, который чувствует ее музыку, который восхищается ей. А ему нужна была муза, которая понимала каждое слово того, что он пишет. Поэтому Пахмутова, это уже, все, конечно, говорят, там, наш мировой классик, это уже человек, который прошел сквозную линию через многих из нас. А старый клен только чего стоит. Ну, то есть, пока. Пока. Старый клен, старый клен, Старый клен стучит стеклом, Приглашая нас, друзья, ищет. 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 Отчего? Отчего? Отчего так хорошо? Потому что ты мне просто... Давай, остановись. А, ну ты решила здесь встать, на ступеньку выше, да? Ну, конечно. Ну, я первый раз так встал. А ты первый раз сегодня. Больше не буду. Дорогие друзья, я впервые выступаю с этой высокой трибуны. Это был все с комсомолом. Я выступала, и я вышла, и у меня никогда не спал с этой высокой трибуны. И потом вспомнила, что действительно, а то меня не видно. Это стало так смешно. Может быть, потому... Я ему весь зал захохотал. Зал захохотал. Потому что ее первые ряда вообще не видели. Самое интересное произошло после выступления Пахмутова на этом комсомольском съезде. К трибуне побежали делегаты и завалили Пахмутова гвоздиками. И на этой записи отчетливо слышен чей-то отчаянный крик. Отпустите ее хоть чуть-чуть! Отпустите ее хоть чуть-чуть! И она не маленькая женщина, она женщина небольшого роста. Она искренне верит, верила всегда в добрые чувства. Она радуется не ну, каким-то там дворцам или там еще что-то такое. Есть люди, у которых есть огромные требования к жизни. Как будто им жизнь так обязана просто. А мне она ничем не обязана. Это я обязана. Алю и Колю песни объединялось с самого детства, еще во время Великой Отечественной войны. 12-летняя Аля и 13-летний Коля тогда, конечно, не знали о существовании друг друга и жили в разных городах. Она в Сталинграде, а он в Ленинграде. И оба играли на аккордеоне раненым в госпиталях. Аля родилась в деревне Бекетовка под Сталинградом. Ее отец был музыкально одаренным человеком. Он играл на всех музыкальных инструментах и руководил народным оркестром, но при этом был простым служащим в отделе кадров электростанции. Ну, он практически пожертвовал этой своей карьерой, пожертвовал своим талантом ради нас. Он не мог оставить маму с детьми в такое тяжелое время. Вот. Поэтому он не получил музыкального образования. В 1943 году во время войны папа привез Алю в Москву учиться в музыкальную школу при консерватории имени Чайковского. Сам вернулся в Сталинград. А Аля осталась в Москве. Ей было всего 14 лет, когда началась ее самостоятельная жизнь. Добро и дружба были в невероятной красоте и в невероятных масштабах. У моих родителей были друзья. Друзья-земляки по Сталинграду. Раз надо учиться, они меня взяли и я стала жить у них. И два года жила у них. Так что Нина Сергеевна у нее еще кроме заботы о своей дочери появились заботы обо мне. Сарая Алим, сам автор, Аля Пахмутова. На этих известных кадрах Аля на занятиях в школе. Как оказалось, кадры постановочные. Ну, хорошо, Аля, а не слишком ли у тебя далекая модуляция здесь в конце? Ну, конечно, договорились, чтобы долго не... Да кто и знает, я все-таки маленькая была, не растеряю, что сказать. Да его, Аля. Я ж не помню, да, ну, там не уже... Я ж думаю, вот, хорошо, Аля, а вот не очень... Это вы говорите здесь? Хорошо, я исправлю. Вы говорите вот об этой фразе? Да, да. Хорошо, я исправлю. Во время учебы в музыкальной школе Аля буквально пропадала в Большом зале консерватории, где сегодня она часто репетирует и дает концерты. И много-много лет эти стены напоминают ей об одном из самых ярких впечатлений детства. Ну, для нас, вот, Большой зал консерватории это священный храм. Это навсегда, навсегда наша любовь. Это самые лучшие годы, самые лучшие впечатления нашей жизни. Но зато мы здесь бывали днем, мы здесь бывали очень... Практически здесь жили, потому что здесь каждый день, утром можно было услышать репетицию. Вечером были концерты. Оглянись, незнакомый, прохожий, Мне твой взгляд неподкопный знаком. Может, я это только моложе... Как молод был длинноволосый рок-музыкант Градский, когда Пахмутова встала на его защиту. Это произошло после того, как они записали песню, без которой сегодня не обходится, пожалуй, ни одно выступление Александра Борисовича. Мы встретились, познакомились. Я, наверное, выглядел не совсем обычным для нее, потому что у нас был свой мир. Я занимался рок-музыкой. И выглядел я не так, как положено обычному вокалисту. Видимо, я на нее произвел довольно-таки экстравагантное впечатление. Градский, скажите ему, что он себя переоценивает. Пришел такой король рока. Вот такой, весь из себя красивый. Он тогда слепительно популярен. Вот такой. Я, конечно, и он заметил, что я оробела, а я не заметила. Заметил и столько лет помнит. Она мне показала песню. Она очень мило всегда напевает свои вещи. Показать? Да, тоненьким таким голосом. Очень нежно. У вас и оркестра очень много в этом самом-то, в третьем проведении. Ну да, хотелось бы какой-то нарастающий, чтобы все шло. Понимаете, поэтому оркестра много, но здесь жаль. В первых двух уплетах вас очень хорошо. А в третьем, конечно, хотелось бы, чтобы это было как-то значительнее. А оркестра много, и хотелось бы все сохранить. Может, я это только моложе Не всегда мы себя узнаем Она отнесла этот вариант на радио. Там была довольно веселая история. Кто-то ей сказал, что перепишите-ка с другим исполнителем, потому что у Градского очень длинные волосы. Аля довольно жестко ответила. Сказала, что она сама лучше всех знает, с кем, что и как ей делать. Градского не передавали. Потому что сказали, что у него волосы длинные. Здесь сказали, вот пусть Кобзон споет эту песню. Она говорит, я знаю, Кобзон споет, но я знаю, что петь Кобзону. Она знала, что петь Кобзону и знала, что Иосифу Давыдовичу очень пойдет борода. И автомат. Куба, любовь моя Остров сарима грома Песня летит над планетой звеня Куба, любовь моя Ну, тогда вся страна была в таком эмоциональном отношении к Кубе, к Фиделю, к Чагеваре. Ну, и решили, что я должен, то есть, петь песню в антураже с Барбудас. Для убедительности мне наклеили бороду. Вот, дали мне деревянный автомат. Куба, любовь моя С сердцем мы все с тобою Квозные и рядом станут друзья Куба, любовь моя Ребятки, мы вас очень, очень долго уже не видели, уже соскучились. И пора уже снова друг к другу привыкать, потому что у нас с вами предстоит концерт. Мы с вами выступаем в Кремлевском дворце. Кто будет играть? Тетя Аля? Тетя Аля? Ну, давайте. Тетя Аля пригласила этих ребят из Большого детского хора для участия в своем юбилейном концерте. Дядя Коля, как и всегда, рядом с ней, переживает и помогает. За то, что открыто не мало Утре и дни Молодцы, очень хорошо. Солист очень хороший. И только единственное, начало куплетов ему там низковато. Большинство ее песен были написаны на стихи мужа, либо он писал стихи на ее музыку. И оба категорически отрицают, что посвящали музыку и стихи друг другу. Пусть я, беловесская пуча... Пусть я, беловесская пуча... Пусть я, беловесская пуча... Пусть я, беловесская пуча... В союзе писателей, когда песню уже замужел, и все, говорят, ну ты молодец. Написал такие... Молодец, ты написал такие стихи, посвятил Александру Николаевну. Но я вот, я говорю, об этом узнал, когда мне сказали, это мои коллеги. Пусть я, беловесская пуча... Николай Николаевич всегда утверждал, что просто написал стихи под готовую мелодию. А песня совершенно неожиданно стала символом другой истории любви. Песня «Мелодия» была написана, по-моему, году в 73-м. И она предназначалась только Мугомаеву. То есть для нас не было, мы даже не представляли, что кто-то другой начнет ее петь. Видимо, ему песня очень понравилась. И он, не дожидаясь, когда я сделаю оркестровую партитуру, он в своем концерте исполнил впервые эту песню. Через три дня после того, как... Буквально, да. Через три дня. И здесь началась, я не могу сказать, с какого дня, числа, часа, не знаю. Но очень красивая любовь Муслим и Тамара Синявская. Ну, вы знаете, мне об этом неловко говорить. Потому что это на самом деле было так, что это был гимн, рожденный Александр Николаевна Пахматовой и Николаем Николаевичем Добронравом. Именно, так сказать, под впечатлением того, что они наблюдали где-то в 72-м году, когда у нас зарождались взаимоотношения. Тамара в это время была в Италии, да? Она училась. Да, кажется, да. Муслим звонил ей, посылал ей цветы. Все это было невероятно красиво. И по телефону спел ей вот эту песню. И он, позвонив мне однажды, сказал, вы знаете, мы были на вы, я записала одну песню. Послушайте, пожалуйста. И он мне поставил мелодию. Я послушала. Конечно, я была ошеломлена, потому что, ну, все там сошлось. Музыка, слова и муслим. Музыка, слова и муслим. И вот был какой-то момент, когда они почему-то поссорились, я не знаю. Мы все испугались, неужели такой прекрасный союз распадется. Мы поссорились. И вот на этой волне родилась еще одна песня. Вот они были какие-то у нас, знаете, Аля с Колей, они такое впечатление, я не знаю, подходят из локатора, локатора любви. Они уловили, что произошла ссора. И они написали «Прощай, любимый». Вот она эту песню записала. Причем записала так, что, в общем, наверное, муслим когда это услышал. «Ты ворвался в жизнь, как озарение, Ты мой грозный суд и вдохновение». Там, конечно, если прислушаться, там много чего можно услышать. Трнется сердце к сердцу безоглёдки, безоглёдки. Две судьбоносные песни о любви. Что бы там ни говорили Николай Николаевич и Александра Николаевна, но нельзя написать песню, которая может сотворить такое чудо, не будучи влюблёнными. Влюблёнными друг в друга, влюблёнными в музыку. Громче, вот здесь стопало. Нет, не козы. Коровы, догадались. Правильно, коровы, эти дети молоком, будете здоровы. Эти дети молоком, будете здоровы. Эти дети молоком, будете здоровы. Он сказал, я вас провожу, меня проводят. Пойдём, солнышко, пошли. Конечно, это любовь. Любовь ребят, родители которых ещё даже не родились, когда Пахмутову уже знала вся страна. Можно только позавидовать насыщенной жизни наших героев. Концерты, командировки, записи песен, телефонные звонки, встречи, репетиции. Тебя мою сердце, ты мучную дай зовёшь. Вот в последние годы у нас вообще довольно такая тесная и хорошая творческая дружба с молодёжной программой Большого театра. Ребята, которые у нас служат в театре, они ведь не только россияне, они только русские. Это и украинцы, и белорусы, и молдаване, в общем, и армяне. И все эти люди росли на этих песнях. Александр Николаевич, он вас не очень обижает такими заявлениями? Нет. Но на самом деле... Митриевич, это грустно. Наши песни, их родители... Я помню, я там в третьем классе плясал под песню «Замечательный вожатый есть друзья у нас». А теперь этот вожатый пришёл к нам. Замечательный вожатый есть друзья у нас. Возле с теми вечерами он идёт на класс. С пивонерами на сборе споёт он и подборит. Замечательный вожатый есть друзья у нас. А вы обижаетесь, когда ваши песни поют в бане? Кто-то из великих людей сказал, что если пьяные поют песни, это же высшее признание. Ты же пьяного, что он не умеет в языке. Да. Под крылом салюта души он поёт. Зелёное море, Тайги... Это я сочинил... Под крылом самолёта. Да, о чём-то. В самолёте сочинил. Да, и вот... А самолёт был прекрасный, был маленький, кукурузник, хорошенький. Он был маленький, он летел очень низко над тайгой. И тайга как щетинка такая зелёная. И так видно тайгу, она волнуется вообще всё. Будет здесь что-то напоёт. И потом она поёт, она же живая. Она живая. Вот такая жизнь. Под крылом самолёта, А чём-то моё, Зелёное море, Тайги... Сочинив эту песню на борту маленького, летящего над тайгой самолёта, Аля и Коля долго не могли придумать первую строчку песни. И только через полгода поэта Добронравова вдруг осенила. А страна запела. На маленьких самолётах, баржах, поездах, автомобилях и санях они пролетели, прошли, проплыли по молодёжным стройкам страны. Начало 60-х. Это было время, когда молодёжь ехала в Сибирь и на Дальний Восток за подвигами. Строить новые города, гидроэлектростанции, поворачивать реки вспять, написать песню об этих людях, сидя в московской квартире, было, конечно, невозможно. Надо было поехать и почувствовать запах тайги, которым дышала эта отважная молодёжь. Говорили, что где-то кого-то там, в общем, вызывали и снимали с работы, или исключали из партии за то, что где-то там на заводском цехе, где была высечена слава КПСС, вместо этого было сделано. Главное, ребята, сердцем не стареть. В советское время, когда Пахмутовы и Добронравовы ждали в гости на всех комсомольских стройках страны, никто и представить себе не мог, что такое Пахмутова. Для нас ещё не было образа композитора. Мы знали, что это Александра Николаевна Пахмутова, а что такое Пахмутова, в Братске было неизвестно. Ну и готовились встретить нечто такое элегантное, чопорное, может быть, ну, композиторское, как оно представлялось нам в таёжной глуши. А вместо Александра Николаевны Пахмутовой приехала Аля, простой человек. Простой человек Аля и простой человек Коля писали о простых людях. Прилетали в Москву, записывали новые песни уже со своими друзьями, снова возвращались туда, где их ждали. Мы приезжали в Красноярд, на Богучанскую ГЭС, приезжали в Назейскую ГЭС, приезжали в Якутию на Лену, и пели, пели, пели песни, мы воспевали труд. Есть много людей, у которых тяжёлая, невидная работа, часто мало оплачивают. Такие люди живут и всё-таки честно это делают. Ну, как же не восхищаться ими, как не писать о них, о ком писать ещё? С нас почти исторически пишут портрет, только это, друзья, суета. Вот эти люди там в лесу ставят вот эти опоры, грязно, холодно. А потом в городах становится вдруг светло. Светло, и всё прекрасно. И кино идёт, и телевизор смотрит, и в доме тепло. Пахмутова – это душа народа. Мне кажется, Пахмутова своей музыкой всё время пела гимн любви. Любви к человеку, любви к родной земле. Однажды написанная в 1982 году песня о горе Магнитной стала официальным гимном города Магнитогорск. Сердце я навек сохраню Искреннюю преданность вам Братья по судьбе, братья по огню, Братья по горячим телам. Представьте себе такую картину. Плывёт баржа, на барже пианино, За пианино сидит Пахмутова. В экипаж баржи, кроме Пахмутовой, Входили поэт Добронравов и певец Кобзон. Пианино везли в тайгу. По данным штаба ополчения, Украинские силовики продолжают обстреливать Жилые кварталы Донецка. Обстрелы ведутся из посёлка в Песке и Опытное. Военные применяют грады, ураганы, миномёты и гаубицы. Пять домов в Киевском и Кулбышевском районах разрушены. Ранения получили пять мирных жителей. Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Китай, Где примет участие в деловом саммите АТЭС. Сегодня президент России проведёт переговоры С председателем КНР Си Цзиньпином. Среди основных тем маршруты поставок российского газа в Китай И сотрудничество в сфере высоких технологий. В Каталонии проходит опрос населения о независимости автономии от Испании. В бюллетенях обозначены два вопроса. Для голосования обустроены более 1300 участков. Ещё 18 участков открыты в других странах. Нынешний опрос запрещён судом и не будет иметь юридической силы. А во время пути Добронравов, Кобзон и Пахмутовы давали концерты, Причаливая только к одному, то к другому берегу, Где их ждали строители, работавшие в тайге. Зрители собирались вокруг костра, а перед ними... На барже стоит пианино, Александр Николаевич играет, А Кобзон и, как нормально, комарник, Как просто мошка спеть невозможно. Чёрный комарник, как два габлета. Вечерами, отмахивая, так сказать, засили комаров, Очень злые сибири комары, Отмахивая от себя комаров, Мы сидели, пели песни на палубе этого теплохода. Вот. И на гармошке кто-то играл. А девчонки, значит, танцевали. И вот это легло в основу песни «Девчонки танцуют на палубе». Больше никогда в жизни они не возили с собой пианино. Но это не мешало людям по всей стране собираться вокруг них. Куда бы ни приехали Пахмутовы и Добронравов, Двери везде открыты. И даже там, где дверей нет. Как в этой юрте на полуострове Ямал. То есть, значит, почему здесь теплее, чем в городской квартире? Вот я пью за хозяйку, и за хозяйку тундры, и за то, что вот за эти просторы бесконечные, за эту волю, и чтобы вы ценили, а мы бы вот завидовали вам, что вы живете на такой воле. Спасибо за ваше гостеприимство, за вас пью. Они приехали сюда, в этот далекий холодный край, за две тысячи километров от своей московской квартиры, для того, чтобы выступить в таких маленьких залах и клубах от всей души. Солнышко, мы, наверное, опоздали, мы заработались. Ну, мы очень хотим кушать. Да, ну, наверное, поздно уже. Нет, нет, не поздно, сейчас позову ресторан. Вы будете кушать? Ребятки. А почему вы не хотите покушать? Или у вас, у вас, Коля? Нет. У них денег нету, я могу забрать. Ребят, если у вас нет денег, то здесь вот поэт сидит. Это его дело. Кусит, давай раскошеливайся. Быть совершенно веселыми, простыми. И самое главное, знаете, что вот при такой внутренней мощи таланта быть настолько простыми людьми. Здравствуйте. Ой, здравствуй, солнышко. Это все сто лет они видели. Столько лет, да, храню сто лет. Как дома, как сыночек. Хорошо, сыночек уже пять лет, вот с мужем катаемся. Это Димит, Димит, Димит Николаевна Николаевна Николаевна. Ребятки, дай бог вам счастья. А вообще у меня была уникальная история. Меня попросили для как раз концерта, для их юбилейного Александра Николаевна, записать новую оркестровку русского вальса. А дирижер был у меня иностранец, а иностранцы, они же точно по пунктам. И он уехал. И я встал за дирижерский пульт. То есть я, как дирижер, записал русский вальс с темпами. То есть рядом с Пахмутовой я еще продирижировал плетневским оркестром. Это останется на века. Я дирижировал оркестром в присутствии Пахмутовой. Оркестр – это живое существо. Это божье существо, которое на земле гении подарили нам. Работая с оркестром, надо быть смелым человеком. Смелым. Симфоническую музыку этого смелого композитора знают и исполняют во всем мире. Концерт Пахмутовой для трубы с оркестром, написанный Александрой Николаевной еще в 1955 году, часто встречается в репертуаре зарубежных исполнителей, как это и было однажды в Санкт-Петербурге, когда концерт исполнили норвежские музыканты. И кто бы мог подумать, что в репертуаре Томаса Андерса, бывшего солиста группы «Модерн Токинг», появится этот хит Добронравовой и Пахмутовой. «Нежность» Песня из цикла «Обнимая небо», который был посвящен советским летчикам. А невероятная популярность песни «Нежность» началась с провала. Первой исполнительной песни «Нежность» была Майя Кристалинская. И, вы знаете, премьера этой песни была в колонном зале. И Майя Кристалинская вышла и очень так тепло и хорошо сказала, что сейчас вот будет премьера песни. Я очень волнуюсь, вы знаете, потому что вот от того, как вы примете эту песню, будет зависеть ее, в общем, дальнейшая судьба. Так же пусто было на земле, И когда летала к зюбе, Так же падала листва в садах, И придумать не могла земля. Но то самое первое исполнение песни «Нежность» в колонном зале Дома Союзов закончилось тем, что Майя Кристалинская ушла со сцены под стук своих каблуков. В зале не раздалось ни одного хлопка. Зритель не принял и не понял эти замысловатые речевые обороты про звезды, которые отдают свою нежность летчику. И она, несмотря на провал вот этот вот такой, она стала ее петь в каждом концерте. И уже там, я не знаю, прошло полгода или там год, когда из зала, когда она выходила, ей стали кричать «Нежность». В общем-то, практически это получилось, что это уже песня не просто о летчиках, это просто вообще о жизни, о любви, в общем-то. Неслучайно вот Левознова ее взяла в свой фильм, где главный герой шофер такси, а и она, так сказать, там крестьянка колхозница. Так же было пусто на земле, ой, и когда летал это... Летчик один летал, французский. Это так же падала листва в садах. Это исполнение песни «Нежность» на авторском вечере Пахмутовой в 1988 году. В зале среди зрителей был человек, сердце которого, наверное, переживают самые нежные и самые сильные чувства, когда слышат эту песню. Человек, который никогда не появлялся в кино, на телевидении, только однажды и случайно на этих кадрах. Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты. Мама дружит и дружила с Александром Николаевной и Николаем Николаевичем всю жизнь. И сейчас они в прекрасных отношениях, просто в силу возраста видится значительно реже. Александра Николаевна сама очень светлый, очень доброжелательный, очень интересный человек. Николай Николаевич всегда был вместе с ней, и они создавали такую прекрасную, удивительную пару. Мы проводили, по крайней мере, один отпуск проводили вместе на даче ЦК Комсомола в Крыму. И песни Александра Николаевны моим родителям полюбились сразу. Встречаем Новый год с Александрой Пахмутовой, Николаем Добронравом, которые написали новую песню «Обнимая небо». Посвящается она нашим космонавтам, летчикам. А исполняет ее летчик-испытатель. Пока правда в кино только. Артист Лев Барашков. Песни, которые легко запоминались, сразу ложились на слух, которые можно было напевать для себя, которые можно было петь вместе с друзьями. Любимой песней Юрия Алексеевича была песня «Надежда». «Надежда» «Мой компас земной, а удача, награда, засмелость» «О песни довольно одной, чтоб только о доме мне пелось» «Надежда» «Надежда» «Мой компас земной, а удача, награда, засмелость» «О песни довольно одной, чтоб только о доме мне пелось» «Мой компас земной, а удача, награда, засмелость» «Свадьба громкая была ваша?» «Руслан, я не знаю, нужно ли это что было в эфире, но свадьба была в подвале». «Ну вот там, где мы жили». «У нас же была комната около 18 метров, а у него вообще не было. А вот в этой коммунальной квартире, где он жил, был большой такой зал в полуподвале. Белого платья у меня не было, у меня был розовый костюмчик, шили мама и сестра, шили мне розовый костюм, было хорошо» «И мы вечером там гуляли со своими родственниками, с моими друзьями, с ее друзьями, вот такая у нас была, но свадьба была» «Такая замечательная пара, у меня прям до слез, прям вот я послушала вас». «Спасибо, ну спасибо». «Наш поезд подходил к станции Тамбов». «Уже известно, что сразу с вокзала Александре Николаевне и Николаю Николаевичу необходимо ехать на репетицию концерта, который состоится уже вечером с корабля на бал». «Здравствуйте, Александр Николаевич, дорогая. Там чемодан. Это юные поклонники. Очень приятно. Вот еще юные поклонники. Это самые юные. Здравствуйте, красавцы и красавицы. «Спасибо, красавицы. Спасибо, красавицы. Спасибо. Спасибо. Красавица. Удивительно сердечный, душевный и удивительно искренний человек. Удивительно, потому что вот вся ее жизнь – это открытое сердце, горячее открытое сердце, которое она в своей музыке отдает людям». «Сердце, которое умеет творить чудеса». Под музыку Пахмутовой люди строили, покоряли тайгу, летали в космос, объяснялись в любви и плакали. Да, однажды плакала вся страна под музыку Пахмутовой и стихи Добронравова на закрытии Московской Олимпиады. Причем организаторы перед написанием песни попросили выполнить два очень важных условия. Никому не показывать песню до премьеры и никому не рассказывать, что Мишка улетит. Мне позвонил Николай Николаевич и попросил меня приехать к нему домой. Я приехал, и они с Александром Николаевной стали рассказать мне ситуацию по поводу закрытия Московской Олимпиады. Пока не ясно, что это за действие будет, да, может быть, Мишка будет улетать. Ну, пожалуйста, доверительно и сентиментально. Не грусти, улыбнись на прощание, вспоминай эти дни, вспоминай. Вот эта песня, она стала такой знаковой. Я, честно говоря, никогда не мог предположить даже, что вот она станет такой настоящей пахальной песней. Мы сейчас уже не помним Московскую Олимпиаду, а песня, и Мишка улетающий остался, и он до сих пор трогает сердца и души наших соотечественных, и не только наши. Потом, когда я это увидела на экране, мне говорят, что же, а почему они плакали? Вы знаете, потому что, может быть, это не благодаря песне, а просто был последний день Олимпиады. Она была наполнена добром. Вот добром. И вот люди сидели на стадионе, незнакомые, вот так сидели рядом. И в этом было столько добра. И я помню эту песню, и я помню, как я плакал. Правда? Правда? Вот настолько было эмоциональное потрясение, внутреннее, у ребенка от музыки. На трибунах становится тихо. Я не знаю, почему, но начинают бежать вот мурашки и слезы на глазах. Вот в этом пахнут его. Потому что она родная для каждого из нас. Здесь не хватает одного человека. Интересно, кого же вы думаете? Да вот замки. Народные артистки СССР. Лауреата государственных премий СССР. Героя социалистического труда. Композитора Александра Николаевны Пахмутовой. Спасибо вам за то, что вы так принимаете с сердцем и душой вот этот прекрасный праздник, песни, который, надеюсь, станет такой доброй традицией. Праздник песни в Композиторе. Спасибо вам большое. Для нас самих, для меня, для Николая Николаевич, для нас самих вот такие встречи с людьми, встречи, вот как сейчас мы в Тамбове, это встреча с Россией. Потому что вот истинная Россия. Вот мы, когда едешь, мы ехали всю ночь. Такая красота. А всего около 500 километров. Какая же она огромная, какая же она великая. Александра Николаевна и Николай Николаевич возвращались в Москву. На соседнем пути остановился проходящий поезд. Пассажиры в отчаянии. Взять автограф, поздороваться с Александрой Николаевной не получится. Я не знаю, как вас обнять. Не пускают. Не пускают. И ведь попробуй потом кому-нибудь докажи, что вот так вот запросто однажды видел саму Пахмутову. Никто же не поверит. И кто-то из пассажиров, когда поезд уже трогался, отчаянно попытался хоть таким способом выразить свои чувства. Спасибо! И это, конечно, любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok